Друзья, приветствую всех на своём канале. С вами снова Алекс, и это канал GameStories. И у нас десятая глава второй части Мафии. И, несмотря на то, что десятая глава, можно сказать, что у нас начинается новая игра. И да, всё потому, что в конце предыдущей главы мы наконец-таки вступили в Мафию. И это новый шаг как со стороны Вита, так и со стороны геймплея в целом. Давайте посмотрим, что же изменится на текущий момент, и что будет. Так, ну вот, начались первые проблемы. Как всегда, у Эдди что-то начинается. Так, а мы где... Стоп, у нас что, новая квартира? Как-то я пропустил этот момент. А где тут гардероб? А, вот он, спрятанный. Так, где-то у нас был очень шикарный костюм. Школьная форма? Что? Так, красный курт, рубашка. И не помню, чтобы у нас была такая одежда. Видимо, что-то открылось после того, как мы вступили в семью. И вот он. Блин, посмотрите на этот шикарный костюм. Что ж, давайте отправляться. И... Вау, мы теперь... Вау! А, это очень даже не дурно. Очень даже не дурно. Итак, куда мы отправляемся? На фрегате. Вау, давай поменьше ругаться. Ё-моё. Попы из ниоткуда появились. Что-то как-то... Не очень неудачно у нас начинается эта... Миссия. Хотя мы вроде удираем и... Тем не менее, за убийство нас разыскивают. Нужно быстрее в мастерскую. Которая у нас здесь, естественно, нет нигде. Хм... Ближайшая мастерская это... Вот тут. Либо... Да, я думаю, вот тут. И мы как раз направимся через маркер игрока. Но... Я жду сейчас копы, когда проедут. Пока они там сейчас развернутся. Стоп, они что, стреляют? Так, отлично. Направляемся быстрее в мастерскую. Для того, чтобы избавиться от этого... Значка. Заодно перекрасим машину. Денег-то у нас теперь... Вполне завались. Но с копом, конечно, вышло неудачно. Из-за этого теряем часть времени. Боже, как она несется. 100 миль в час. Упс. Упс. Мистер Скалетто. Чувствуете, да, это... Обращение. Так, сменить номера нам нужно. Так, отлично. Ну и давай починим. 10 тысяч баксов этого мифу хры-мухры, между прочим. Можно и приукраситься. Сменить окраску. Ну, как-то... Скучно. Ладно, пусть будет это. Приятно иметь с тобой дело. Конечно, по-моему, более черное мне нравилось как-то больше, что ли. Ну, по крайней мере, теперь нам ничто не мешает добраться до точки назначения. Единственное, что если мы сейчас кого-то еще не собьем случайным образом... Дела мафии у нас совсем не ждут, поэтому нужно поторопиться. И узнать, что там хочет Эдди. Почему он опять у дома... Так, секундочку, наверное, что нужно внутрь заехать, это дом Джо, между прочим. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я... еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факона. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой, молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Климента. Ладно, ладно. Мозги растерем. Ладно. Дерганный ты какой-то. Ага. То есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись. Она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взорвать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберто рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти, что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь, пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что? Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вито, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Будет он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Да, у Джо, конечно, мозгов не завалить. Особенно, если он взрывчатку таскает в кармане. Так, идем в машину Джо. Я так понимаю, нам все равно что-то везти, а этот будет сидеть на страже. Ничего не меняется, даже после того, как мы... Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Спустился ниже. Чем следует. Ничего не меняется, мы вступили в семью, но все так же вводим машину. Так, а где моя тачка? Возьмем мою машину. Ладно, я влюблю. Окей. Ну, что-то у тебя, Джо, не особо-то тачка лучше стала за это время. Так, нужно удалить мою точку, которая мне мешает. Не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться. И что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо друг друга. Слушай, такая плавная. Такая прям как, знаешь, так, Ларгус, ой, какой Ларгус. Лада, ой, Лада, господи. Рено Логан из... Сороковых. Хотя я не помню, какие тут когда... Ох уж, неповоротливая колымага. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же. Ты что, красный свет? А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Любопытный малец. У меня есть такое подозрение, что этот паренек не выживет. Либо это последняя его миссия, ну, либо последняя миссия его достаточно близка. Ну, давайте, что, мы будем действовать по плану Джо. Притворимся... Мойщиками окон. Окей. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах? Заводи машину. Будем отсюда делать ноги, Бронто. И пушка тебе реально не нужна. Разве что за нами хвост. Но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Климента снял весь восемнадцатый этаж. Это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Так, встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Климента не приехал. Так что не делай глупостей. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Так, найти форму уборщиков. О, черт, закрыто этот козел. Должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать! А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду, на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь! Так, ну у нас есть еще, наверное, один вход. Попробуем зайти с него. Так, как нам дальше-то пройти? Ну, другое дело. Я так понимаю, пока... А, вот он открывает как раз. Ага. Так, Джо, давай меньше болтать уже. Погнали переодеваться. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Угу, под контролем. И да, и еще. Вот, надень. Совсем охренел? Че он там дал? Так нас не узнают. Надевай. Усики? У вас. Серьезно? Поехали. Ну, он шикарен, конечно. Эй, вы! Сюда! Идиоты, уберите этот бардак! Вам все, уши заложило? Сюда, кому говорю! Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется и шею сломает. Пошли, быстрее. Эй, вы! Наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш! Эй, Ричи, пошли с нами. Знакомые лица. Да это же Генри! Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Сто лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клименте. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Кто-то что-то... Это кровь? Давайте посмотрим. Нормально так. Для красной шапочкой идем, ведерком размахиваем. Так, Клименты не должны узнать... А, нельзя подходить близко. Все, понял. Опять эта девица? Не, ну вы посмотрите, а. Она, между прочим, еще должна до сих пор. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? Один из парней тут был раньше. Он тут расскользнулся и упал. Ударился головой. Раз пять или шесть. Бармен, что ли? А, нет. Слушайте, нормальное стечение обстоятельств. Ооо. Это прям максимально совпадение. И успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Ах, блин. Мать вашу. А, желтый. Так, синий. Это плюс к плюсу. Красный. Запал туда. Минус синий. Тут накрест. Готово. Окей. Самое сложное позади. Так, осталось только отмыть пятна. Спокойно удрать отсюда. Нормально они так без моющего средства-то отмыли. Вы можете убираться. Так. Ладно. Теперь пошли на крышу. Кто нас... Кто-то нас может спалить там. Это Климента. Мы бы его прямо сейчас завалили. Если бы было чем. Ага. И нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Черт. Я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроились столько ступен... Ступеньки. Ступеньки. Сейчас я сдохну. Блин, Джо, давай, ну шевелись своими булками. Меня все время торопишь вроде. Наелся там, черт знает что теперь... Ходит, не пойми как. Витя, постой, я кое-что забыл. Держи. Это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кол-19-11 с улучшенным магазином. Это его... 23 патрона. Так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке. Давай, пора. Мы оба! Вот же, блин, красотища! А что уставился? Господи! Успокойся, ну так... Черт, барни, блин ты! Твою мать! Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени! Так, а что будем делать теперь? Будем с другой стороны. Видимо, тут без шансов был, да? Куда не берутся-то, я не пойму. Так, по-моему, все, на этот раз закончились. Магнум? А, ну, Магнум, да, точно. Так, где-то еще должен быть Томпсон. Я захожу. Е-е, ты стрелять вообще не умеешь. Ну, ты, цырку! Блин, мне кажется, или наша пушка была куда лучше? Давай, придумай, быстрей! Да, у этой слишком... Долгая скорость стрельбы высокой, точнее. Ну, тем не менее, высокая убойность. Ко всему, к этому. 23 Патрона. Это вам не фухры-мухры. Так, вроде бы все. Вот я бы единственное, что Томпсон бы забрал. Отлично. Патронами, конечно, нас не наградили. Но лучше так, чем без него совсем. И... Сразу расходила с тобой, Зориса. Я вернулся! Ну, я бы не сказал, что тут прям какая-то мега высота. Упс. Ты откуда взялся? Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю! Молодец! Руки за спину, убери! Вот лента, свяжи-ка я. Ну, кстати, я считаю, это хорошее позиционирование, что не убивают мирных людей. Ну, несмотря на то, что мы в Вивозе, и по сути есть себе дозволенность. Но, по крайней мере, выстрелить добряка я не могу. Ну, и вот вам журнал. Да, минуточка. Внимание. И погнали. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно, нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? С ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли далеки. Так, вот оно и собрание. То есть мы на месте. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок, и мой окна пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Самое интересное, что мы пытались от всей вот этой вот верхушки скрыться, не попадаться на глаза, но тем не менее сейчас сидит пять человек. Ну, как минимум пятеро, да, если считать еще паренька, который сайкнул спиной, периодически оглядывается и пялится просто на нас. Мы такие, как бы, обычные людишки. Обычные мойщики, которые моют окна. Неожиданно. И все. Готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел. Да, прямо как часы. Ха-ха-ха. Вот так. Что? Раньше времени рвануло? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Опа, Климента-то жив. Лизунчик. Ах, вы вроды! Черт, вы не все упустили! Давай, Вита! Эй! А мы им устроены похохотать. Дело-то не сделано, двигай! Нет! Я ни в чем не верю! Нет! Ты, ну, маркуни, я за тебя доберусь! Ты крой меня, Вита! Осторожно! За специальной целью! Ладно, зато! Ложи на ровную автоматом! Ух! Я за ними не верю, что это получится! Ух! Да, и чем это отличается от того, что... Кто-то попал! Мы сделали бы так сразу. По-моему, ничем. Так, кто-то у нас, а нет. Эй, рукуй дверь, Вита, я справа! Прикрой меня, Вита! И это все, чем меня порадует? Хе-хе! Кто-то попал! А, мать! О, черт! Да, Вита! Там ты не пройдешь! Ну, ты троп! Черт, пожарный кранер, скажи, жарный! Правда? Я думал, дождь пошел. Умни! Ни черта не вижу в этой воде! Быстро, сэр! Мать! Гляди, опять помится! Давайте, уроды! Я вас жду! Три! Два! Так, нет, что еще такое? Да! Так, дамочка, ну-ка, вы, дядька! А, че то, что они сейчас внизу-то будут ждать? Ну, побольше, ладно? Ну, откуда мне было знать, что Климента засел в сартире? Ну, и солнечек, ничего не скажешь. И засел бы, если бомб не рвануло до срока. Не ссы, мы его достанем. Какого-то, видимо, проводов не хватило, и поэтому бомба... ...рванула чуть раньше, чем следует. Ну, это было близко. Ух, больно. От... В смысле, откуда? Я надеюсь, мы сейчас будем начинать снизу хотя бы? Ну, ну, слава богу. Но вообще, сейчас не понял, на самом деле, откуда меня убили. Так, еще где-то должен. Все, я теперь... Да, где-то, по-моему, еще вот тут вот был. Ну, на минутку я реально прям почувствовал себя гангстером. Когда вот так вот безнаказанно встал в воротах. И просто настреливал все, что вижу. Так, а я дробовик почему не взял до этого? Болезная штука у меня тут, почему. Блин, ну я так и знал. Пойдем, надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клименты удирает. Пошли, я убью его. Так и знал. Да, думали, это конец, а вот и нет, злотой. Ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за Климентой езжай. Я умею водить, я знаю. Так, а Климента где? Не забивай голову, просто есть и нет. Да он в черном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Минус один. Ладно. Дальше Клименты. Ну ты друг! Как я погиб-то сейчас? Вообще не должен был умирать. Но это реальная тактика, которая всегда работает. Прижимаешь всех, но в итоге меня убили. Я так понимаю, это просто скрип. Потому что я не должен был сейчас умирать. Хотя, черт его знает. Ну, всякое может быть. О! Да ладно. По-другому. Поехал сейчас по другой дороге. Так, отлично. Первый есть. Вот опять сейчас этот поворачивает налево, и мы его жмем. И все, а этот по скрипту выдирает. Да ё-моё, Вита! Да, конечно, сделать все чисто не получилось. Да по колесам стреляй. Не поворотливый колымага-то, а? Жалко, конечно, что тут, например, как на Соньке, когда я играл, я помню, в первую часть с Мафией, нельзя регулировать уровень нажатия педали газа. То есть на поворотах, например, это очень помогает. Но вот на компьютерах, конечно, когда ты просто давишь клавишу, то тут, естественно, никаких регуляторов нет. Ну что ж, приключение продолжается. В смысле, задание провально? Эм... Я думал, сейчас мы продолжим его дальше атаковать, ну ладно. Короче, нужно его, получается, прижать, скорее всего, просто. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Но ты минус один. Дальше кричит. Более. Жми нога, Вита! Я пытаюсь, Джо! Вот это был хороший поворот для того, чтобы их нагнать и размочить, но... Не в этот раз, видимо. Ладно, попробуем, где у нас дальше повороты будут. Поворот съезда на... С трассы. Отлично. Да, нужно был просто определенный урон, видимо, тачки нанести. Давай, все-таки проверим. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Дай мне номер Эдди, я позвоню. Это Джо. Дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, ладно, а Клименты? Труп. Хорошо. За парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Всякое бывает. Успокойся. Он был моим другом. Понятно тебе? Джо, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас. Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Ну что ж, отправимся домой. И, я так понимаю, на этом десятая глава будет заканчиваться. Осталось только спокойненько доехать до нашего дома. И улечься. Кровать. Так, где тут выход? Пусть мне его там закрыть просто. Наша тачка, наверное, должна ждать меня. По крайней мере, я на это рассчитываю. Ну, это все не то. Ладно, поедем на хот-роде. Хотя, можно заехать на этой по дороге в мастерскую, если будет. Лодка, потому что, конечно, шикарно. Мне не нравится, что у нас теперь дом находится. Черт и где. И вот это вот тратить время на то, чтобы доехать до начала следующей главы, ну, как-то выглядит не очень, мало говоря. Вот, за ту тачку полечим. Добрый вечер, да. Так, давай, чиним машиночку. Номера не будет, а вот... Вау, какая шикарная. Вот так вот. Нифига себе агрегат какой. Так он, ну, ноги быстро сделают. О, смотрите, у него там номера. А, это номера UC. Я подумал, типа, номера ВК, якобы, Вита Калетта. Ну, нет. Вот, вот чувствуете, она даже едет по-другому. Интересно, насколько я ее смогу положить палочку. Ну, давай, стрелка уже на 120. Просто думаю, если я влечу на 140 в ней, то я буду труп. И стрелка положена. Кайф. Блин. Слушай, реально кайфовая машина. Вот из каких-то дурачков, конечно, я их немного подпортил, но агрегат стоящий. Не пойму только, где мой агрегат. Вполне возможно, что он вернулся обратно ко мне домой, но это не факт. Далеко не факт. Да, Вита, ты просто городской негодяй. Ну, что ж. Друзья, думаю, на этом все. Скорее всего, голы сейчас закончатся, поэтому заранее спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Но следующий ролик уже будет совсем скоро. И, да, игра за мафию, она совершенно другая. Она более интересная, более стоящая, что ли. И что это у нас еще не конец? Звонок от Джо? Ну, давайте посмотрим. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из одинокой звезды. Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискайф, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько вы борете сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Ох уж, Джонни, какой покой я с тобой. Даже поспать нормально нельзя и... Так, что у нас там? Опять возьмем костюм. Что-то на заказ костюм. Да, это лучше. Ой, одни проблемы, одни проблемы с этим пластичком. Куда ехать на другой конец города? Нет. Джок, как ты забрался вообще в этот парк, который находится рядом с моим домом? Я думаю, разработчики и так понимают, что, блин, под конец миссии совершенно не хочется куда-то ехать еще, чтобы кого-то там спасать от пьянства. А, ну нам, скорее всего, придется его навести домой. А это совершенно на другом конце города. Что ж, вот она, одинокая звезда. Давай. Пусти нас. А, Вито, это ты? Где он? Там, Зубло. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил, и что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты упал. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. Чего бы это? А, да. Ты за рулем? Нет, на такси. А то сопрут машину. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Я открою. За тебя, парень. Ты погиб, как мужчина. Черт повери, куда я задевал ключи? Прости, малыш. Как не должно быть. Не должно. Да, я так понимаю, мы ему никак не поможем. Крупак. Было бы прикольно, если бы, конечно, еще след оставался. А то остаются только кровавые следы почему-то от нас. А то, что он истекает кровью, ничего такого нет. Слушайте, а он боксер, что ли, был? Что-то я не пойму. А куда стучить его надо было? Ставлю вот тут. А, видимо, не получится. А, неужели мы сейчас опять пойдем закапывать кого-то ночью? Пока никто не видит. Да уж. Джо, больше сам закапывать его? Даже не подумаю. И че, будет молчание? Они даже ни слова не проронят? Ну, такое себе. Мне, кстати, показалось то, что там было написано затащить бармена за барную стойку, нет? Че-то не пойму, мне причудилось, что ли? Ну, все, по всему, мы ведем к Джо, отводим Джо, и потом едем закапывать этого афроамериканца. Что ж. А потом обратно к себе домой, и только после этого, скорее всего, закончится миссия. Ну. Да, вот она и мафия. Тоже мне. Ничего не поменялось. То мы за всеми бегали до этого, пытаясь хоть как-то поднять репутацию. То теперь моем полы, выполняем грязные делишки, пока все остальные отдают приказы. Тогда мы-то уже будем отдавать приказы. Было бы, кстати, прикольно, я думаю, если бы игра разрабатывалась вот уже сейчас, именно вот в 20-е годы, то 100% внедрили бы какой-нибудь функционал повышения ранговой системы, то, что мы начинаем отдавать приказы кому-нибудь еще. как-то, мне кажется, современные игры больше на вот это вот давят. Хотя не уверен. Игры разные. Спасибо, Вита. Извини. Если что, не так. Слушай, ты завякни мне завтра, ладно? Избавься от тела, не светитесь. Не светитесь, это значит не попадать под копы. Хорошо. Мы просто аккуратненько доедем до точки сброса и делаем все по-тихому. Хотя, вообще, эта дорога ведет к морю. Может быть, мы его к морю сбросим? Или куда мы едем? По-моему, мы едем на свалку. Видимо, эту тачку полностью утилизируют вместе с трупом в багажнике. Хотя, я не уверен. Но, по крайней мере, в фильме во все тяжкие тут был хороший способ утилизации. Для тех, кто, кстати, не смотрел этот фильм, очень советуем. А, точнее, сериал. У него вот есть что-то, вот, я не знаю, живое. Какое-то отношение другое совсем. Он и смотрится по-другому легче, ну, достаточно легко. Ну, да, я так и думал. Ой, красивое зрелище сейчас будет. Если это, конечно, реализовано, и нам дадут посмотреть. так, ну-ка, 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 Чего поделать? Вариантов немного. Нам потом владельца не предъявит владельца в стоянке. Ой, точнее, в утилизации автомобилей, в свалке автомобиля. Что это? Вполне, я думаю, должен предъявить за то, что мы у него утащили машину из-под носа. Хотя, ради интереса, можно было попробовать эту тачку еще раз загнать в пресс. Именно вот эту. Посмотреть, сколько денег нам за нее дадут. Я думаю, что естественно, от того, какая именно эта тачка, зависит сколько бабок нам дадут. Но, по крайней мере, на угон это точно влияет. То есть, тот же самый хот-род, по-моему, он тогда сколько стоил? Три с половиной куска стоил хот-род, который мы продали. И на нем можно вполне неплохо заработать бабок. Но, учитывая то, что ты здесь совершенно ничего не тратишь, то зарабатывать-то особо не нужно. Это хорошо, на самом деле. Блин. Хорошо именно для тех, кто не хочет тратить большое количество времени на вот эту вот всякую лобуду с заработком, тратами и так далее. Ну, достаточно просто, вот как мне, например, пройти основные сюжетные миссии без какого-то напряга, да, потому что оружие выдается само по себе, пистолеты ты всегда и так можешь добыть. Ну. Остальное тебе не нужно. Тачку ты угоняешь. Единственное, что я бы, конечно, бы заехал к медвежатнику тому, который нам изначально выдал отмычки, для того, чтобы посмотреть, сможет ли он нам что-нибудь еще интересного предоставить. Кроме отмычек. Может быть, у него там какие-то спецотмычки, либо еще что-нибудь, не знаю. Фишка в том, что я не знаю, где моя машина. Вернется ли она ко мне, интересно, или нет. Та, в которую я вложился, так не хил, да? А, ну ладно, я думаю, на этом миссия заканчивается, друзья. На этот раз точно большое спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайк, если вам понравилось это видео, но глава 11 будет уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok